В 2019 году в Кыргызстане было реализовано 11 крупных проектов. Об этом сегодня на заседании Клуба региональных экспертов Пекир сообщила заведующая отделом цифровой трансформации аппарата правительства Мунира Тыныстанова. Участники круглого стола на тему цифровая повестка Кыргызстана 2020, переход на новый формат экономического развития и укрепления интеграционных процессов, обсудили актуальные вопросы развития цифровых технологий, которые играют определяющую роль в конкурентоспособности экономики Кыргызстана и ЕАЭС. Подробности смотрите далее. Сегодня Клуб региональных экспертов Пекир собрал на своей диалоговой площадке аналитиков, экономистов, депутатов Горкенеша и представителей государственных структур. Участники обсудили, каким образом переход на цифровые технологии повлияет на экономическое благосостояние Кыргызстана не только как отдельной страны, но и как члена Евразийского экономического союза. Эта межгосударственная структура во главу угла поставила цифровизацию, потому что движение товаров уже также требует новых технологий, чтобы максимально была снижена бумажная волокита, чтобы максимально бюрократическое оформление не касалось товаров. В прошлом году в рамках цифровизации было реализовано 11 крупных проектов. Она началась с внедрения электронных систем по оказанию государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день через портал Тундук обмениваются данными 42 госоргана и 20 коммерческих структур. Статистика показала, что за 2019 год прошло 12 миллионов транзакций. У нас очень часто спрашивают, как это можно почувствовать, как этот Тундук можно потрогать и так далее. Тундук нельзя потрогать, Тундук нельзя почувствовать. Можно лишь почувствовать только через исключение справок. То есть у нас задача стоит исключение справок для граждан, чтобы граждане не ходили в государственные органы и запрашивали облегчение бюрократических процедур для граждан. С 1 марта Центр электронного взаимодействия запускает пилотный проект, по которому предприниматели будут сдавать отчеты только в государственную налоговую службу. Ранее документы приходилось дублировать в НАД, Статком и Соцфонд. Теперь эти ведомства будут сами забирать информацию из ГНС по системе Тундук. Кроме того, в рамках снижения коррупции началась работа по фискализации налоговых процедур. Фискализация налоговых процедур, которая тоже бы вывела бы из теневой экономики, то есть в целях борьбы с различным неучтенным товаром и введением системы получения патента в электронном формате, сдачи отчетов в электронном формате, в электронном формате запущены пилотные проекты по применению электронных счетов фактур. Цифровизация позволит увеличить экспорт товаров и услуг в рамках Евразийского экономического союза. Однако отечественные предприниматели должны понимать, что цифровизация в ЕАЭС станет одним из барьеров для контрабанды или контрафактной продукции. И чтобы экспортировать продукцию, нужно будет соответствовать стандартам цифровой торговли. То есть они подождут, посмотрят, когда, извините за выражение, хлопнут их первые партии грузов, потому что они не будут соответствовать новым стандартам. Они опять будут жаловаться к нам. Здесь вопрос заключается в том, что раз мы говорим о том, что должна быть цифровая прослеживаемость, что любой криптохвост должен показать, где это произведено, из чего это произведено, и соответствует это всем стандартам ЕАЭС, ну нам надо пройти через этот этап. Цифровая экономика будет способствовать увеличению количества рабочих мест на пространстве ЕАЭС. Несколько месяцев назад Евразийская экономическая комиссия одобрила проект «Работа без границ». Это система поиска, благодаря которой любой гражданин или работодатель сможет объявить о вакансии или разослать резюме по всем странам Союза. «Работа без границ» заработает к концу 2020 года. Достаточно долго были обсуждения со всеми странами, членами ЕАЭС. И для Кыргызстана этот проект действительно является приоритетным, потому что решит очень много проблем наших мигрантов, которые занимаются поиском работы в государственных членах ЕАЭС. В то же время нужно учитывать и то, что в каждой из стран ЕАЭС развитие цифровизации находится на разных уровнях. Россия вкладывает в цифровизацию не один десяток миллиардов долларов. В Кыргызстане в этом году из госбюджета будет выделено 500 миллионов сомов. Но первые достижения цифровизации дают положительные результаты. Невозможно победить коррупцию, не цифровизируя страну, резюмировали эксперты. Мадина Низамова, Чингис Талантбеков, ЛТР, Бишкек.